Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер и этим видео мы открываем такую небольшую серию о том как можно из простых обычных продуктов овощей выжить для столько как можно больше фотографий и я так подумал что начну я со свеклы я взял свеклу потом купил к ней сок еще свекольный вегетарианский какой-то пару листочков и я решил что этого мне будет достаточно чтобы сделать 10 фотографий потому что моя цель из каждого продукта 10 штук и на сток 10 и на сток говорят что это самая оптимальная такая схема когда каждый день отправляется порядка 10 фотографий и вот сегодня мы как раз этим с этим и озадачимся этим мы озадачимся я вам сразу скажу что я планирую я планирую во первых снять на белом фоне на деревянных фонах снять они у меня красивые хорошие и я так подумал что если я сниму отдельную там какую-то свеклу и деревянный фон то на нем можно будет там дизайнеру что-то писать там уж рецепт какой-то или чего поэтому я сделаю несколько фонов ну давайте начинать работать первое что хочу сделать просто снять свеклу на вот этом фоне сейчас листья они у них не растут понятно такую добыть невозможно но германии салат из таких листьев поэтому я в одной из свекл сделал дырочку и туда навтыкал этих листьев и сейчас я ее и сниму вот так мы и сделаем повернем как немцы говорят шоколадной стороной самой лучшей стороной подвинем поближе тут нам даже свет не понадобится достаточно будет от окна света факт то что никто даже и не догадается что ты не настоящая вернее поддельный стекла вот так я сейчас сниму на этом фоне вот такая картинка получилась следующую я снял уже на таком коричнево сероватом также снял на поставок кусок белого пенопласта прямо на него снял вырезал готова ну и потом решил использовать свой дубовый такой не дубового а вот это жженый флот мне нравится и сделал как бы такую картинку так это вот мы четыре штуки с вами считайте выжили следующее я теперь хочу поработать вот с этим соком то есть я возьму сейчас эти свеколки сок возьму и мы начнем там раскладывать потом я опять вернусь и мы с вами поговорим о том как я все это создавал и почему хорошо пошли на площадку я хочу сейчас снять светлом ключе для чего сейчас здесь разложу и не нужно сделать свекольный сок так в магазине я нашел настоящий сок потом смесь этих соков то есть с гранатами еще и просто нашел похоже что-то из пены такое ну не знаю буду ли это использовать во всяком случае давайте мы самого начала попробуем настоящий сок но теперь давайте посмотрим что я изменил то есть я положил сюда листочки здесь парочку там сзади на заднем плане ну чтобы как бы освежить немножко эту эту композицию ясно что мы не сможем просветить такую темную но может быть она нам и не надо и так по свету мне сзади стоит накрыты до половины большое софтбокс с этой стороны стоит отражатель и вот здесь для того чтобы цветочки подсветить стоит тубус ну я вам скажу так что это уже от такого большого и и менее различной аппаратуры в принципе это можно сделать фотошопе и все так и для того чтобы свет был у нас немножко такой направленный рассеянный да то я на стрип повешал вот эти свои сеточки ну и все в принципе теперь давайте мы нажмем кнопочку и посмотрим что получится а получилось у нас вот следующая картинка то есть это так называемая эллипсная композиция видите что как бы основной наш элемент вот эта кружка да она обнимается со всех сторон получается да и для разнообразия цветовых оттенков здесь еще положен такие зеленые веточки ее преимущество в том что основное внимание оно идет со всех углов понимаете вот идет в этот эллипс да и у нас основное внимание идет на сок я еще в него побулькал там немножко мне показалось что так будет больше похоже на свежевыжатый потом потом я просто встал на лестничку и сфотографировал с другого угла и выглядит тоже очень интересно и на мой взгляд привлекающие далее мне захотелось вообще все сделать белым то есть вот я взял видите кусочек белой бумаги взял белую чашечку положил туда кубики от свеклы как бы символизируя то что я из него выдавил да и вот такая композиция ее надо было по идее сдвигать сюда немножко вправо ставить но уже что сделал то сделал и поэтому я решил заполнить этот это пространство вот такими тремя блинчиками видите как она уравновешилась все встала на свои места и смотрится довольно таки хорошо вот таким образом если где-то допустим ну просчитались то можно посмотреть внимательно потом и таким макаром заполнить это пространство далее решил внести натурализма то есть я взял ту самую свеклу пока листья не повяли они очень быстро вянут очень быстро я здесь так это все собрал и небрежно кинул сюда два кубика который как раз вот такой треугольник как бы пирамидку и закончили то есть довольно таки удачная композиция очень уравновешенная и вот зеленый перекликается зеленым красным с красным тем и коричневый тут и фон и оставил так чтобы его было видно не пересвечивал ну и естественно снял вот под таким углом то есть композиция такая знаете идет по диагонали правда другая диагональ ну неважно факт то что тоже все уравновешено все хорошо и это такая композиция имеет место быть тоже после того как мы сделали с вами 10 работ и которые я сейчас отправлен на стоки посмотрим как отреагирует они я потом вам скажу об этом настало время показать вам мою концепцию туальную работу но вначале из чего она состоит вот посмотрите то есть это не что иное как разрезанная свекла накрученная на очень большой шуруп и привязанная лесочке казалось бы что в этом концептуального прежде чем я покажу свою концептуальную работу я бы хотел чтобы вы увели своих детей от наших голубых экранов потому что она очень концептуальна и я к этой конструкции взял еще пипеточку смешал сок с глицерином и в итоге получилось вот такая работа а страшно меня уже давно знаете поэтому сразу понимаете что это все не всерьез дело то что меня до сих пор не отпускает это впечатление от этих концептуальных работ купленных за огромные деньги и по сути дела я решил постебаться еще раз то есть понимаете я там написал в описании что это очень смысловая работа что она несет на себе там значит такой глубинный философский смысл что все живое на этой земле и ранее его то есть мы причиняем боль подумайте прежде чем чем делать винегрет самое смешное ребят что они приняли эту работу но еще смешнее будет если кто-нибудь купит я сомневаюсь что и кое-кто не купит мне для меня это был просто эксперимент понимаете что может родиться в голове воспаленным какого-то гения вот типа такого да и он будет утверждать именно в этом духе что вот так вот тогда я об этом думал когда я делал это работа а на самом деле было все просто когда я начал резать ее эту свеклу ну побежал сок и подумал ну надо добавить просто усилить этот эффект повесить и сфотографировать а схема была та же самая как в работе за миллион долларов ну смех смехом знаете но здесь умирать последний шучу для меня гораздо важнее вот было вам показать то что я сегодня сделал завтра я наверное буду уже с морковкой там добавлять морковку морковный сок еще куплю и постепенно постепенно перейду к винегрету и вот когда уже винегрет будет готов тогда мы с вами снимем еще сам винегрет хорошо а с морковкой там с этими делами это будет повторение я вам показал как в принципе можно обыгрывать да а какой вы овощ возьмете или фрукты это в принципе все равно поэтому дорогие мои друзья я с вами прощаюсь я надеюсь что это видео вам тоже немножко в чем-то поможет может быть подтолкнет на какие-то свои идеи я буду только рад всем доброго до свидания пока до свидания до свидания и